Первый в мире промышленный реактор с замкнутым топливным циклом появился в России, а на Калининской АЭС испытан первый отечественный мионный томограф, который позволяет получить снимки объектов даже глубоко в скальных породах. Каковы научно-технические итоги года в России? Космические частицы вместо рентгена и первый в мире промышленный реактор с замкнутым топливным циклом. В прошлом году в России запустили первый отечественный мионный томограф, который позволяет получать снимки крупных объектов, А на Белоярской АЭС один из реакторов стал работать на топливе, содержащем плутоние. Раньше он считался радиоактивным отходом. Михаил Задорожный об этих и других научно-технических итогах года. Представьте, что нужно проверить большую конструкцию, к примеру, пролет моста на предмет скрытых внутренних дефектов. Способов сделать это, не разрушая исследуемые объекты, не так уж много. Рентген не подходит. Его проникающая способность ограничена. Но есть мионы. Это элементарные частицы, которые образуются в верхних слоях атмосферы. Они, как нельзя, лучше подходят для решения подобных задач. Функциональный аналог рентгеновского аппарата, использующий такие частицы, называется мионный томограф. В середину прошлого века ученые по всему миру пытались использовать мионы для определения внутренней структуры различных объектов. Иногда успешно, иногда нет. Но только в последние годы, благодаря развитию компьютерных технологий, стали появляться мионные томографы, пригодные для промышленного применения. Россия – одна из немногих стран, сумевшая построить мионный томограф. Он был создан специалистами АУНИИ АЭС и университетом МИФИ. О том, как это работает, рассказывает руководитель проекта АУНИИ АЭС Сергей Олейник. МИОН образуется на высоте 15-20 километров от поверхности Земли в атмосфере. То есть источник у нас, грубо говоря, вся атмосфера Земли. Мы можем поставить наш приемник, мионный томограф, где угодно, в любом положении и получить снимок. Для рентгена нужен источник и приемник, и чтобы на одной плоскости, на одной линии с ними находился и объект исследования. Для нас это не ограничение. Мы где угодно, как угодно можем его разместить. МИОНы космических лучей десятилетиями использовались для рентгенографии объектов. В известном эксперименте 60-х годов Нобелевским лауреатом Луисом Альваресом был применен этот метод для поиска скрытых камер сначала в пирамиде Хефрена в Гизе. Затем, более поздняя работа, была найдена тайная комната в пирамиде Хеопса. Минувшей осенью прошли успешные испытания российского мионного томографа на Калининской АЭС в Тверской области. С его помощью был получен снимок реакторного отделения размером 60 на 60 метров. Разработчики рассчитывают, что через несколько лет появятся образцы, которые позволят просвечивать большие инфраструктурные и промышленные объекты, такие как, например, мосты и плотины. А на другой АЭС, Белоярской, в прошлом году произошло то, что можно назвать революцией в атомной энергетике. Реактор БН-800 был переведен на замкнутый топливный цикл с использованием не только урана, но и плутония, который раньше считался радиоактивным отходом. О значении этого события говорит директор Атоминфоцентра, главарит издания Атоминфо.ру Александр Уваров. У урана, который добывается в природе, у него есть два изотопа, и только один из них может использоваться как топливо, 235-й, его менее 1%. Если мы замыкаем топливный цикл, возвращаем туда плутоний, который образуется из второго изотопа урана, мы увеличиваем запас топлива для атомной энергетики примерно в 100 раз. Вот сейчас говорят, что урана хватит, допустим, на 100 лет для российской атомной энергетики. Умножаем 100 на 100, получаем, что хватит на 10 тысяч лет. Или же, наоборот, мы можем увеличить в 100 раз наш атомный парк, если в обществу потребуется для каких-то целей океан энергии. Допустим, мы захотим осветить всю тайгу или запускать там каждый день огромные лайнеры на Марс или прочее. Так вот, собственно, что это и дает, это замыкание топливного цикла, это стократное увеличение топлива обеспечения атомной энергетики. А в некоторых других странах, в частности в США, есть небольшие исследовательские реакторы на плутонии, но только Россия смогла довести эту технологию до промышленного применения. Имеются интересные разработки и в других областях, например, промышленный 5D-принтер, созданный российской компанией Stereotek. Конечно, речь не о дополнительном пятом измерении, которое то ли есть, то ли нет. Такое название новой технологии, скорее всего, было выбрано только для маркетинга, но сама технология, безусловно, весьма интересная. В 5D-принтере Stereotek печатающая головка может перемещаться в двух направлениях, как это было и в 3D-принтере, но вместо стола в камере есть небольшое цилиндрическое основание, которое также может перемещаться по вертикали. Кроме этого, оно может вращаться и наклоняться. Благодаря наложению и переплетению слоев детали получаются более прочными. Кроме того, пятиосевая печать позволяет снизить расход пластика, поскольку при печати сложных трехмерных деталей не нужны дополнительные поддерживающие элементы, которые используются при обычной 3D-печати. Конечно, микрочип 5D-принтер не напечатает, а вот любую, даже самую сложную механическую деталь он сделать может. Эти принтеры уже используются для изготовления запчастей к импортному оборудованию, которые теперь не поставляются в Россию. Технология внедрена на ряде промышленных предприятий. О дальнейших планах рассказывается учредитель компании Stereotek, руководитель по развитию Анатолий Тулаев. Мы предоставляем нашим клиентам не просто принтер, который может находиться в территориальном дозаводе. Наша задача, чтобы этот принтер печатал, и поэтому наша миссия звучит в каждом промышленном предприятии на планете Земля и эффективно эксплуатируется 5D-принтер. И для того, чтобы это произошло, мы насыщаем цифровую библиотеку, которая позволяет нажатием одной клавиши получить деталь. Условно, конечно, это нажатием одной клавиши. Понятно, что потребуется сначала откалибровать, настроить, поменять материал. Но в целом, рано или поздно, мы должны создать максимально удобный, максимально применимый и простой в эксплуатации, без каких-либо технических знаний, без специфических практик, чтобы любой, вплоть до трех класса образования, человек мог легко напечатать ту или иную деталь, выбрав ее из нашей библиотеки цифровой деталей. И еще одно важное событие прошлого года. Начались полеты первого тяжелого беспилотного вертолета, официально допущенного к эксплуатации в России. Речь об аппарате ВТ-440 с массой полезной нагрузки в 100 килограммов и радиусом действия до 300 километров с возвращением в точку вылета. Это идеальный транспорт для доставки в автоматическом режиме грузов в труднодоступные районы. Минувшим летом тяжелый беспилотник был испытан в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас он эксплуатируется на Ямале, выполняя регулярные полеты по заказу российской нефтяной компании. Тяжелый беспилотный вертолет был разработан и выпускается московской компанией НПП «Радар ММС». Сегодня одна из главных задач производителя – отказаться от импортных комплектующих в пользу российских, продолжает директор направления беспилотных авиационных систем НПП «Радар ММС» Василий Анцев. Да, пока там используется импортный двигатель, но, собственно говоря, ничего не стоит на месте. Есть в том числе российские производители, но нужна, понятно, для того, чтобы российские производители двигателей начали делать серию и начали удовлетворять требованиям рынка по ресурсу и по стоимости, надо как бы оказывать некую господдержку в этой части. Соответственно, производить мы можем таких беспилотников достаточно много, но к ходу мы, конечно, если вам скажут завтра произвести тысячу вертолетов, мы, конечно, это не сделаем, поскольку, сами понимаете, что это требует вложений в производственную площадку, то есть необходимы дополнительные станки, необходимы дополнительные кадры, ну и необходимы заводы, цеха, ангары, которые надо строить, и за несколько дней это не делать. То есть, да, в пределах года-полутора можно выстроить такую историю, чтобы производить их тысячами. Как видно, интересные инновационные разработки в России есть. Важно, чтобы они не остались в единичных экземплярах, а пошли в серию.